сегодня мы с вами нарисую вот такую чудесную рыбеху и для этого нам понадобится любую любая акварельная бумага у меня это скетчбук от малевич 20 процентов хлопка и мелкое зерно в принципе подойдет совершенно любая акварельная бумага главное чтобы у нее плотность было не менее 200 грамм также для эскиза нам понадобится обычный простой карандаш ластик либо клячка клячка продается в любом художественном магазине либо концтоварах это такой мягкий пластик который можно он похож на пластилин по текстуре его можно создать ему любую форму допустим такой заостренный кончик этим кончиком очень хорошо стираются какие-то мелкие детали и при этом он не травмирует акварельную бумагу также конечно же сама акварель я лично пользуюсь невской палитрой у меня вот такой набор из 32 цветов кисточки буду будем использовать кисть белка шестой номер с острым кончиком также синтетика с острым кончиком у меня тоже шестой номер и для более детальных каких-то прорисовок мы будем использовать любую тонкую кисть которую у вас есть у меня это лайнер это такая виде удлиненный удлиненный ворс тоже с острым кончиком если у вас нету данной кисточки можно воспользоваться любой синтетикой например вот такая синтетика 2 номер давайте приступать к эскизу и так давайте приступать к эскизу и для начала мы определимся с вами с центром нашего листа да то есть примерно на глаз мы понимаем где у нас центр можно поставить любой какой-то познавательный знак точечку либо крестик и также отмечаем по краям засечки которые будут нам создавать такую невидимую рамку рамку за которую мы не должны выходить чтобы у нас был была правильная выстроенный центр композиции далее мы с вами простыми простой просто геометрической формы покажем где располагается наша рыбка то есть у нас не будем ее правом впритык делать к нашей засечки чуть-чуть отступим и примерно наметим форму как-то так здесь у нас будет хвостик и вот сюда будет уходить носик то есть грубо говоря у нас рыбка напоминают форму круга то есть у нас круг но есть слегка заостренный такой носик далее у нас идет как будто мы рисуем круг отмечаем плавник здесь у нас будет соединение с чудесным хвостиком и еще один плавник снизу вот мы нарисовали форму нашей рыбки далее мы с вами уже будем более детально прорисовывать и предлагаю стереть все наши вот эти вспомогательные линии то есть мы стираем наши засечки стираем середину листа где мы отмечали чтобы они больше нас не отвлекали и так далее мы с вами от вот этих стыков где хвост соединяется с плавниками мы отметим туловище самой рыбки то есть отделим плавник от туловища причем заметьте что у нас есть еще такой небольшой переход в в начале то есть у нас вот идет туловище самой рыбки и здесь еще на наверху есть такой как небольшой гребень большой такой гребешок это будет потом у нас очень красиво будет видно при создании объема то есть у нас будет ложиться с вами вот здесь тень и здесь таким образом у нас появится вот этот гребешок и мы будем его визуально прослеживать то же самое мы делаем снизу но внизу у нас такого гребешка нет зато есть передние плавники смотрите мы отмечаем тело рыбки и здесь у нас с вами есть такая как впадина из этой впадины выходят два плавника то есть вот эту линию мы уже вспомогательно убираем потому что нижний плавник у нас исходит где-то вот отсюда а из этой плавины у нас выходят еще передние плавники грубо говоря так далее мы с вами уже работаем над головушкой давайте пометим центр да если мы вот отсюда соединим с губками то с носиком наши ребёхи вот так примерно проведем далее мы с вами отмечаем если от этой середины линии да не доходя до вот этого вот до этой линии где у нас располагается тело рыбки мы опускаемся чуть ниже где-то вот посередине до между середины линии и верхом середина и также здесь у нас где-то примерно вот так далее мы отмечаем два раза вот грубо говоря если здесь у нас вот так будет то еще чуть-чуть да то есть если провести от этих линий такую полу дугу то мы еще слегка отходим и уже здесь соединяем то есть у нас вот так идет головушкой серединкой и также соединяется с нижней заметьте что нижняя часть от середины слегка побольше до чем вот это вот это расстояние двигаемся далее далее мы с вами отмечаем расположение глаза такой круглый глаз с веком сверху зрачок и далее мы будем уже как тенями показывать расположение дает света и тени внутри глаза так как глаз у нас тоже имеет форму шара да и в глазу тоже есть у нас и блики свет и полутень далее можно наметить небольшой разрез ротика и отметить рисунки то есть у нас с вами где-то идет вот так линия золотистая здесь под веком тут тоже под глазиком опять же повторяю что это чисто наша фантазия не обязательно повторять в точке в точь далее мы видим с вами здесь небольшой плавник в этом нарисуем такой лоб месяц то и он выходит у нас отсюда красиво вот сюда приходит еще вот такой один на плавник здесь у нас будут с вами золотые такие вкрапления тому тоже все показываем перемещаемся далее и отмечаем непосредственно сам плавник смотрите у нас здесь тоже такая интересная история тут у нас где-то вот до этой линии идет текстура до самой же рыбки тоже такие круглые отметины а здесь у нас уже непосредственно сам плавник мы его уже вот таким образом отмечаем при этом заметьте что линии у нас не ровный да а слегка закругленный так переходим далее к нашему хвостику хвостик можно сделать тоже на свое усмотрение либо побольше либо поменьше я хочу чуть-чуть его уменьшить у нас здесь тоже будет плавный переход от тела рыбки к нашему замечательному такому полупрозрачному хвосту перемещаемся далее и здесь также отмечаем тугой где у нас идет светлый практически вот сюда до уходит и отсюда у нас идут пару отдельных плавников потом мы уже не видим разницы и можно уже сделать также делаем тоже их наклон такой небольшой дугой здесь у нас снизу к верху вот собственно говоря наша рыбка в эскизе готова далее нам нужно уже приступать к цвету и я предлагаю слегка уменьшить насыщенность карандаша чтобы это не мешало при создании акварель давайте уберем первых нашу середину линию слегка подотрем наши вспомогательные потому что их по сути не видно это все будет показано тенью и светом с этой стороны также слегка уберу еще клячка можно пользоваться вот таким вот образом как раз хорошо ослабляет наш карандаш давайте приступать к акварель обязательно берем помимо чистой палитры также чистую сухую салфетку которую нам нужно для того чтобы убирать лишнюю влагу с кисточки слегка еще чтобы вам было видно полностью мою палитру и будем приступать к нашему первому подтону итак итак для начала давайте обсудим какие же цвета мы будем использовать на при создании нашей рыбки давайте я вам покажу свое своей краски насколько насколько видно проверим и давайте обсудим наши цвета для начала мы будем на тело рыбки наносить такие цвета как цирулиум и карминовый ближе к хвостику да такой розоватый цвет появляется и в теневых моментах будем вносить индиго правда он конечно будет не такой плотный да не такое насыщенный мы его будем хорошенько разводить с водой и он получится очень такой даже нейтральный также для рисунка рыбки мы будем конечно же использовать желтый обычный можно взять лимонный кадми также будем ближе к верхушке добавлять краплак красный местами где-то использовать рубиновый далее глазик мы напишем скорее всего краплаком красным с легким добавлением оранжевым оранжевым оранжевый кстати золотистым и также будем использовать и при написании рисунка рыбки для начала мы с вами сделаем потом то есть мы по мокрому напишем тельце нашей рыбки и после того как это все высохнет мы аккуратненько начнем работать над детализацией особенно над рисунком и так приступаем к путон берем кисточку 6 номер с острым кончиком белка либо колонок если у вас есть то есть это должен быть натуральный ворс потому что натуральный ворс хорошо удерживает воду берет много воды и так сначала аккуратно смачиваем всю нашу рыбку не включая плавник обходим конечно же глазик вообще всю мордочку и нижний также плавник мы тоже обходим то есть смачиваем только то область где у нас располагается именно вот тельце рыбки светлое тельце рыбки хорошо смочили далее берем на палитру карминовый видите какой он достаточно легкий достаточно такой прозрачный цвет получается промываем кисточку берем цирулиум промываем кисточку сразу наносим еще индивы на палитру чтобы потом мы уже с этим не возились тоже достаточно такой видите очень прозрачный цвет и так приступаем сначала с верхней части двигаемся вниз сверху у нас получается очень яркий свет поэтому мы слегка наносим наш карминовый еле еле видно кармина то у нас такой легкий потом аккуратненько его спускаем вниз также карминовый мы делаем на хвостик и берем индиго ой берем цирулиум и занясь аккуратненько вносим цирулиум внизу рядом с прямо с плавником у нас там более светлый цвет поэтому мы снова берем карминовый и уже таким легким карминовый завершаем берем теперь индиго разбавляем хорошо с водой и вносим вот здесь вот прям вот такими вот небольшими точками эти точки у нас расплываются такие звездочки пока бумага важно здесь здесь можно чуть-чуть над виском еще вот здесь вот у хвостика все наш подтон готов теперь нам нужно дождаться когда это все высохнет знаете мне хочется еще вот наверх сюда внести желтый давайте возьмем желтый и здесь внесем слегка желтоватый цвет еле-еле заметный если у вас скапливается много воды просто промываем кисточку отжимаем ее и эту лишнюю лишнюю воду убираем вот как-то так оставляем и дожидаемся это все подсохнет мы с вами на сначала нарисуем наш зрачок давайте возьмем цвет индиго добавим туда сепию пику и вот таким более темным цветом мы сразу обозначим наш зрачок работа действительно очень такая ювелирная поэтому здесь не стоит торопиться и очень аккуратно работаем над глазиком нашей рыбки тело мы с вами возьмем красный какой у меня почему-то грязный обязательно промывайте свои краски вот такой возьмем красный добавим туда рубиновый и вот таким вот цветом более прозрачным мы прокрываем весь наш глаз конечно же обходя зрачок теперь конечно нам надо дождаться когда это все высохнет потому что если мы начнем водить более темные оттенки в глаз у нас обязательно все растекется давайте пока мы это ждем мы аккуратненько проработаем наши под нижние плавники для этого возьмем синтетику у меня то хоть и 6 номер но по ощущениям 5 и возьмем также цирулиум пройдемся цирулиумом по нашему плавнику а по краям внесем рубиновый скраб лаком красный по красным давайте добавим и аккуратненько мне еще так мы дождались когда высох наш зрачок берем крапла красный добавляем сюда и отмечаем им темное место на глазу оставляя да не доходя до самого верха там у нас свет здесь вот по краям более темный цвет можно взять еще более насыщенный крапла красный и еще точечно внести с левой стороны пока наша вот эта линия сырая давайте еще добавим все пипейки прямо ровную середину и вот уже глазик у нас заиграл совсем по-другому когда мы еще сделаем тень над глазиком у нас появится полный объем и будет просто великолепная рыба и так переходим к нашим плавника что мы с вами видим мы видим что у нас там есть цирулиум за цвет такой небесно голубой поэтому можно либо сразу вот так вот легкими движениями покрыть также сверху просто цирулиумом перекрываем таким еле-еле заметным я думаю что вы видите на видео что его прямо очень очень слабо видно но он есть это все таки не белая бумага остается а тонированная здесь у серединке можно сделать чуть по глубже также сразу же затонируем этот плавник ну давайте не будем трогать наш полумесяц и аккуратненько пройдемся по нашей мордочке не трогая наши полоски которые мы рисовали и аккуратно за глазом лучше не торопиться лучше дождаться когда у вас все высохнет чтобы не испортить работу на середине и так сейчас мы тоже опять подождем когда все высохнет и будем уже приступать к более детальной прорисовки нашей рыбки давайте положим тени берем наш цирулиум можно добавить слегка буквально одну капельку индиго что получился такой более синеватый цвет и таким цветом мы с вами показываем тень под нашей первой линии вот так чтобы она не была такой прямо ярко кидающийся мы промываем кисточку и влажной чистой кисточкой просто вот так вот проходимся по этой линии да таким образом у нас как бы размывается такая явная граница с двух сторон но мы видим четкую тень то же самое мы делаем с верхней то есть надо вот этой линии до которую мы рисовали мы прокладываем этот свет 1 2 и также промываем кисточку и влажной кисточкой растягиваем этот свет чтобы он не смотрелся так броска далее мы еще покажем вот с этой стороны такую тенюшку у нашей рыбки тень вот под наши головушкой вот так вот слегка и отделим под плавничком здесь также над плавниками и промываем кисточку и влажной чистой кисточкой мы просто вот так вот смягчаем края кажется что это все еле заметные манипуляции но на самом деле они по итогу дадут эту картину до объема также мы с вами еще раз пройдемся цирулиум по цирулиумом посерединке вот как то как то здесь вот так вот покажем здесь к низу и опять же растягиваем этот цвет до чтобы он у нас гармонично вписался можно взять чуть больше индиго и еще пройтись здесь 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 промываем кисточку и и также аккуратно размываем давайте еще добавим чуть-чуть объема сюда к верху над плавником таким образом у нас с вами получилась рыбка далее мы с вами будем работать именно над рисунком плавников для этого нам понадобится сэкономлю время для этого нам с вами понадобится желтый берем такой более насыщенный цвет до яркие кропла красный можно взять еще рубиновый и золотистый вот из таких основных четырех цветов у нас будет состоять наш декор у рыбки и что мы делаем смотрите мы с вами обводим смачивая нашу линию которую мы рисовали добавляем берем допустим кропла красный и просто аккуратно его вносим в эту влажную линию книзу можно добавить золотистый можно работать попробовать по сухому если не получается по мокрому ничего страшного давайте попробуем работать по сухому кропла красный золотистый и вот так аккуратненько главное здесь все смешать да наверное по сухому все-таки работа будет более насыщенной поэтому давайте все таки будем использовать второй вариант будем работать по сухому используем цвета и плавно их совмещаем где-то можно использовать чисто золотистый желтый переходящий золотистый смотрите главное чтобы это все смотрелось гармонично далее желтым мы отмечаем небольшие вот эти наши вкрапления ближе к низу они становятся более такие золотистые даже ближе плавником уже прям совсем такие прям красные красные и вот и чем хорош лайнер тем что он дает очень длинные тонкие линии поэтому если даже его у вас нет то я рекомендую его приобрести и потренироваться лайнер очень красиво работает именно при детализации поэтому я думаю он вам еще пригодится в других работах давайте будем рисовать вместе хвостик берем золотистый цвет и аккуратненько носим его в середину хвостика и распределяем по нашим прожилочка можно добавлять оранжевый золотистый да аккуратненько показывать все наши прожилочки обратите также внимание что между прожилками да есть какие-то такие соединительные линии мы то же самое начинаем проделывать снизу и данный плавник у нас такой более желтые давайте вот здесь вот отметим наш желтый полумесяц можно перемешку с таким золотистым и аккуратненько растянем наш этот желтый цвет по нашему плавнику так приступаем давайте более поярче хочется прям почему-то поярче сделать вот эти нижний нижний плавник то же самое проделываем с верхним да давайте начнем с нижней стороны там ли у нас желтые где-то прерывистые линии делаем где-то цельные соединяем их между собой здесь у нас уже линии не доходят до конца и теперь продолжаем работать над нашим глазиком давать им нарисую наша века для этого берем цвет индиго и отмечаем тень прям ноды над радужкой достаточно такая темная тень далее у нас идет светлый цвет давайте возьмем наш желтенький слегка покажем нашу светлую радужку века до точнее века и еще более ярче выделим рисунок рисунок который у нас идет вот здесь вот с краю должен быть достаточно темный но при этом у нас еще и посветлела вот это вот темное место давайте его еще раз выделим улыбки еще раз пройдемся индиго и покажем еще отдельно чешую чешую мы будем показывать давайте возьмем каплю фиолетового каплю карминового вот такой у нас получился цвет мы это все разбавляем водичкой и аккуратненько лайнером либо линером начинаем выполнять вот такие точечные короткие штрихи которые будут нам напоминать о чешуйчатом строение нашей рыбки как показать пару чешуек на верхней половине рыбки там где у нас свет лишь состав небольшой намек далее мы с вами возьмем индиго и будем проходиться по как бы дублировать каждую линию создавая получается тень под рисунком опять же выделяем нашу головушку более ярко более четко можно показать откуда выходят нижние плавники работа надо тем чтобы слегка выделить нашу рыбку и этим же цветом да напоминаю что это цирулим индиго мы с вами показываем верхушку вот нашей нашего плавника потому что она слегка загибается и образовывается тень мы видим что там идут чуть темнее можно также клячкой убрать лишний карандаш после того как уже все высохло вот такая рыбка у нас получилось мне хочется слегка добавить желтый фон на хвостике поэтому здесь слегка мы просто обозначим конец нашего хвоста тон у нас слегка потерялся можно чуть-чуть добавить вот так наша рыбеха готова маша рыбка там готова можно добавить такой более более ярких акцентов взять например ярко-голубой и слегка делать брызги нашей рыбки вот такая рыбка у нас получилось выкладывайте свои работы в instagram с хэштегом рисую нижнее подчеркивание скетч мне очень интересно что у вас получилось довольны ли вы своей работой оставляйте комментарии всем пока спасибо за проделанную работу